Привет всем! В сегодняшнем обзоре я покажу вам Casio G-Shock с номером модели GV9400-3E. Самая обычная упаковка у этих G-Shock, поэтому достаем все бумажки, ищем металлическую банку, ее в свою очередь открываем и достаем наших запакованных GV9400. Г-Shock Недавно я уже снимал обзор на эти крутые брутальные часы, но в черном цвете, поэтому если вам интересен именно тот цвет, то переходите по ссылке справа и смотрите. А мы продолжаем. Ремешок и корпус данной модели выполнен у нас из полимерных материалов. Ремешок у нас на своем кончике имеет вот такой фиксатор, и с обратной стороны у нас имеется вот такая рельефная поверхность. На второй же части ремешка у нас имеется застежка и металлический держатель. Корпус, как я уже сказал, выполнен тоже из пластика, имеет поверхность, очень приятный на ощупь, типа soft-touch. По сторонам корпуса и по центру имеется шесть таких вот рельефных кнопок из металла. Они тоже очень приятные, на них так и хочется нажимать, что-нибудь с ними делать. Они вот, как видите, крутятся вокруг своей оси, и очень мне нравятся. Действительно, так вот интересно они, скажем так, чешут пальцы, и пальцы действительно чешутся, чтобы на них нажать. Слева также у нас есть отверстие под трипл-сенсор и четыре винта на самом корпусе, которые добавляют еще больше брутальности данной модели. На циферблате у нас отображается светлый шрифт на темном фоне. Не совсем это удобно для считывания информации, но зато смотрится намного интереснее. Как вы видите, у нас имеется здесь три ЖК-области. Это круглая, потом справа от нее, ну, вот такой непонятной формы, и такая же нижняя. Круглая у нас чисто декоративная, справа отображается день недели и сегодняшнее число, а также индикатор заряда батареи, и снизу у нас отображается текущее время. Функционал у данной модели жирный и емкий, и давайте обо всем по порядку. Первое в списке функций – мировое время, о нем вы все знаете, поэтому не останавливаюсь. Дальше секундомер, таймер и пять независимых будильников. Далее у нас график восхода и заката солнца, где мы можем выбрать любое число месяца, и нам покажет время, в которое солнце встанет или зайдет за горизонт. Далее у нас запись высотных отметок, далее корректировка времени по радиосигналу и возвращаемся в самое начало, в режим текущего времени. В режиме текущего времени, помимо кнопки переключения функции, активными являются функции изменения данных, то есть сверху у нас вместо дня недели отображается график давления, или же правая нижняя, которая запускает мгновенный секундомер. Останавливаем тоже этой клавишей и сбрасываем уже правой верхней. Поэтому если вам нужен быстрый доступ к этим функциям, то вы спокойно сможете к ним добраться. Теперь давайте разберем специальные функции. В первом списке у нас компас показывает отклонение в градусах от северного направления. Вот эта область, которая круглая графическая у нас, также имеет индикатор, который показывает направление на север. По центру у нас дублируется текущее время, а сверху в буквальном отображении у нас также показывается направление. Дальше у нас барометр, показывает 996 гектапаскалей и текущую температуру. Как видите, строится график давления, который, как я уже показывал, можно дублировать в режиме текущего времени. И следующая у нас функция альтиметра, показывает высоту над уровнем моря. Сверху также можно строить график, или же показывать разницу между показаниями. Также эти значения у нас можно записывать, добавлять в записную книжку, которую я тоже показывал в функциях. И на этом, в принципе, всё. Настройка данной модели хоть и ёмкая, но простая, поэтому для этого мы зажимаем левую верхнюю клавишу и ждём сигнала. Нам предлагают выбрать текущий город. Я по привычке выбираю кодировку UTC и жму левую нижнюю клавишу. Это у нас настройка автоматического перехода на летнее время. Выключено у меня. Дальше отображение времени в 12 или 24-часовом формате. Дальше настраиваем непосредственно само время, минуты. Можно настроить год, число и месяц. Это у нас звук кнопок. Длительность подсветки 1 секунду или 3. Режим сохранения энергии и единицы измерения. Далее жмём и нас выкидывает самое начало. Чтобы продолжить настройку, нажимаем опять же левую верхнюю клавишу и нам предлагают выбрать долготу и широту, чтобы у нас правильно отображалась информация о закате и восходе солнца. Тут мы тоже всё настраиваем, всё можно посмотреть в гугле и опять же нажимаем на эту клавишу. После этого настройки применяются и мы можем пользоваться настроенными часами. У этой модели также есть хорошая люминесцентная подсветка. Подсвечивает она все графические области и вся информация очень даже читаема. Циферблат данной модели защищает минеральное стекло. С данной моделькой можно спокойно погружаться под воду, потому что у них заявлена 200-метровая водонепроницаемость. Поэтому если данная модель вам нравится, то, конечно же, покупайте её у нас по самой привлекательной цене. А если вам нравится сегодняшний обзор, то ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Пока!